Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, матушки, игумени, братья и сестры, всех вас сердечно приветствую с этим памятным, торжественным и скорбным днём, который стал действительно очень значимым не только для Московской городской и областной епархии, для всей нашей Церкви. Христос воскресе! Христос воскресе! В сегодняшнем евангельском чтении, а то был отрывок из 15 главы Евангелия от Иоанна, содержатся слова, имеющие совершенно особую значимость для самопонимания тех людей, которые принимают на себя имя христианина. Мы знаем, что учение Христа Спасителя в центре своём имеет заповедь о любви к ближним. Так вот, именно в этом евангельском чтении мы слышим слова «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Но в какой трагический и скорбный контекст поставлены эти слова? «Заповедь новую даю вам друг другу». И следующие слова, поражающие сердце. «Как меня ненавидели, так и вас будут ненавидеть. Как меня гнали, так и вас будут гнать». Может ли быть случайным это совпадение величайшей заповеди о любви, которая является нравственным сосредоточением Нового Завета, вершиной всего того, что когда-либо слышали люди, законом, определяющим подлинные отношения между людьми, те отношения, которые и приводят человека к счастью. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». И тут же эти страшные слова «Как меня гнали, так и вас будут гнать». Не случайно эта связь, она нам лучше может понять, что означает подлинная любовь. А эти слова нам могут помочь понять, что означает подлинное исповедание веры во Христа, вплоть до принятия страданий и смерти. «Если мы любим друг друга, то естественным проявлением любви является верность». Это знает, наверное, каждый человек. И те, кто связаны узами брака, и те, кто связаны узами дружбы. Почему так болезненно переживается предательство того, кого ты любил и кто тебя любит? Потому что отсутствие верности разрушает любовь, разрушает фундаментальный божественный закон жизни. И что бы нам ни говорила современная греховная цивилизация о свободном выборе, о произволении, о том, что жить нужно по своим похотям и страстям, мы знаем, что закон жизни – это закон любви. И если нарушается верность, то разрушается этот закон. А почему же Господь связывает это с гонениями на него, на его последователей? А в каких еще обстоятельствах может обнаружиться подлинная любовь человека к Богу, ко Христу, как не в обстоятельствах стесненных, связанных с гонениями, и даже с ненавистью, злобой, о которой говорит Спаситель? Точно так же, как верность супругов и как бы даже любовь более-менее сохраняются, когда благополучная жизнь, материальный избыток, комфортные условия жизни, отсутствие стрессов, правда, современный человек и в этих благоприятных условиях находит основания для неверности и для предательства. Но в данном случае внешние обстоятельства никак этому не способствуют. вот точно так же и наша верность ко Христу, когда мы живем во внешних благополучных обстоятельствах, когда никто не бросает нам вызов быть со Христом или быть против Него, когда никто не пугает нас насилием, притеснением, гонением и смертью, тогда вроде как бы все со Христом в большей или меньшей степени. Ну а как же измерить ту самую, самую величайшую ценность? Как измерить нашу любовь ко Христу? Как измерить нашу любовь к Богу? Именно гонение и страдание и ненависть извне и помогает замерить каждому из нас нашу верность Господу, нашу любовь к Нему. Здесь, на Бутовском полигоне, вместе со святыми расстреляны, уничтожены, люди, которые очень часто никакой веры в сердце не имели. Среди расстрелянных здесь были и те, кто расстреливал других. Здесь были люди, которые поддерживали все то, что делала безбожная власть в отношении церкви, а потом они здесь были той же самой властью, уничтожены. не все, кто потерпел страдания и смерть в Бутово, святые, даже из христиан и даже из священнослужителей, потому что не у каждого хватило силы. еще раз подчеркиваю и у верующих, мирян и у священнослужителей быть верными Христу даже до смерти, и любовь в сердце сохранить к Нему и к ближним своим, к окружающему миру. Вот почему так сложен процесс канонизации, когда нам говорят, что достаточно только того, что тот или иной клирик был расстрелян, чтобы его канонизировать, мы говорим, совсем нет. Потому что в таком случае, если тот или иной христианин не сохранили подлинной верности Христу, любви к Нему, если закон любви перестал быть законом их жизни, то они наравне с другими, мы молимся о них, как и о тех людях, которые к церкви не принадлежат, как и о тех, кто принадлежа к церкви, отвернулись от нее и в момент гонений, и под влиянием разных других обстоятельств. Мы никого не осуждаем, даже и тех, кто, будучи гонителем церкви, здесь затем был уничтожен. Мы сегодня молимся за всех и всех оплакиваем, но прославляем в числе святых тех, кто любовь ко Христу сохранил до смерти, верность Ему сохранил, несмотря на страшные обстоятельства жизни и на самую смерть, кто закон любви не растоптал под тяжестью внешней ненависти и злобы. Наши с вами молитвенные собрания здесь, на этой действительно святой земле, исполняются огромным смыслом, если мы не только вспомним о подвиге новомучеников и исповедников церкви нашей, если мы со состраданием и молитвой не вспомним о невинных жертвах здесь убиенных. Но если мы через свой ум и через свое сердце пронесем этот страшный и кровавый опыт мученичества и исповедничества церкви нашей в лихолетие 20 века. Многое изменилось с тех пор. Наверное, кто-то, кто мог бы быть свидетелем тех страшных лет, придя сегодня, на это место не узнали бы его. Настолько оно благолепно, тихо, мирно, торжественно. Но именно здесь совершались страшные мучения. И проводя воспоминания о тех страданиях через свой ум и через свое сердце, подумаем о великих словах Спасителя, которые мы слышали сегодня. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как меня ненавидели, так и вас будут ненавидеть. Как меня гнали, так и вас будут гнать. Исполнимся доверию к этим словам Божьим и поймем, что любовь и верность навсегда соединяют нас с Богом. И тогда, когда эта любовь и верность непосредственно обращена к Нему, и тогда, когда любовь и верность становятся законом нашей человеческой жизни. Аминь. Всех вас, мои дорогие, поздравляю с этим торжественным и скорбным днем. с Богом.